Привет, привет, ребят, с вами Талига и сегодня я бы хотел вам рассказать и показать, как подключаться к своему WPS серверу удаленно, иметь к нему удаленный доступ, после того, как вы установили на него графическую оболочку XRDP на любую операционную систему. Как их устанавливать, эту оболочку, вы можете найти в моих предыдущих роликах. И заранее хочу сказать, что вот этот документ текстовый, я выложу на какой-то файлообменник, тут есть команда для всех операционных систем, для установки этой оболочки. Вот, для CentOS 6, для Fedor 14, 16, для Ubuntu 11, для Ubuntu 12.04, для других версий Ubuntu, для Debian 6, для всех. И все тут работает. В общем-то, все, этот текстовый документ будет в описании. Ну а как же подключаться к нашему WPS серверу удаленно, после того, как мы установили графическую оболочку XRDP? Нам надо открыть приложение, выполнить. Сейчас я его найду. Выполнить. И заходим, конечно же, в него. И тут вписываем команду MSTCC. Эту команду легко запомнить, я его запомнил наизусть. Вбиваем ее, тоже будет в описании. И нажимаем ОК. Далее тут надо вбить наш IP, наш WPS. В моем случае это будет, допустим, вот этот. На него вы зайти никак не сможете, так как тут, во-первых, пароль, вы не узнаете, а во-вторых, он завтра отключается. Так что я и не переживаю по поводу. Вбиваем свой логин. В моем случае это Cloud User, у вас может быть другой, там, root. Подключить, нажимаете, если вы хотите, ставить тут галочку, всегда запрашивать учетные данные. Я поставлю на фемер. И нажимаем подключиться. Нажимаем тут Да. И тут мы снова вбиваем пароль уже от нашего WPS сервера. Я вбил только логин, а пароль не вбивал. Тут мы вбиваем свой пароль. И нажимаем ОК. Все, далее мы подключены к нашему WPS серверу. Мы можем там работать удаленно, мы имеем удаленный доступ. Вот как я сейчас работаю на своем компьютере, там, могу ставить разные программки, там, так я и буду, так я уже и смогу пользоваться этим своим WPS сервером. И тут более легко уже устанавливать программы через удаленный доступ. Прямо как на вашем компьютере. А через команды, я думаю, не каждому удобно. Так что это все, что я хотел сказать на этого ролика. Скачивайте текстовый документ, кому нужен. Тут все команды. И, в общем-то, все. Пользуйтесь. Пока всем.